К другим темам. Строительство моста через реку Пур, которого с незерпением ждут жители Пуровского, Красноселькубского и Тазовского районов, идет ускоренными темпами. Напомню, первая свая будущего моста была забита на правом берегу в декабре прошлого года. Сейчас уже здесь оцыпаны технологические площадки, идет обустройство причала, сооружение опор. Наша съемочная группа стала свидетелем монтажа первой балки пролетного строения. Продолжение темы в сюжете. 120 рублей оплаты за легковушку, несколько минут езды и с одного берега Пура можно перебраться на другой. Но не все так просто. Когда под этим мостом проходят катера или баржи, движение приостанавливается на неопределенное время. Зимой понтонную переправу заменяет ледовая в межсезонье катера на воздушной подушке. Однако вскоре ситуация изменится кардинально. В сотни метров от временного сооружения идет строительство моста, который соединит восточную часть округа с основными магистралями Ямала. Стройка, напоминающая большой муравейник, не останавливается ни на минуту. На объекте трудится около 300 человек. Задействовано почти 100 единиц техники. Валерий Донадзе наводил мосты по всей Западной Сибири. 40 лет назад возглавил мост-отряд 93, базируемый в Карачаево. Примерно столько же лет тому было запланировано возведение транспортной артерии через Пур. Приступить к задуманному удалось только сейчас. В общем-то мост несложный. Он просто очень нужный был всегда для Янау. И на сегодняшний день он тоже нужный. Эти работы, которые можно делать зимой со льда, мы их, в принципе, сделали. Мы погрузили все сваи на русловых опорах и заполнили их бетоном. Сейчас идет возведение опор русловых, телопор. Длина нового моста 1023 метра, а с подходами и насыпью почти 1700. Удерживать конструкцию будет 11 опор. Высота сооружения рассчитана так, чтобы под ним легко передвигались даже крупные суда. Сегодня ведутся работы параллельно по сооружениям семи опор. Выполнены работы по отсыпке технологической площадки, по устройству причала. Завершаются работы по сборке металлического стапеля для сборки металлоконструкции, пролетного строения. На ваших глазах монтируем первую балку пролетного строения. Будут выполняться баллсоварные соединения, собираться плеть, которая будет надвигаться в пролет. Это и будет пролетное строение. Самым мощным краном на этой стройке грузоподъемностью в 280 тонн управляет Владимир Топорков. Он возводил мосты в Сургуте, Ханты-Мансийске и Владивостоке. Эту машину крановщик получил в 2015 году. Вместе с ней трудился и на Крымском мосту, начиная с самой первой сваи. Самый первый на остров приехал, приплыл и до Победного. Сколько времени? Три года, чуть побольше. Я работал на всех кранах, на всех больших стройках. У них сложности никакой и не было. Потому что я уже на них работал. Заранее готовился к этому. Там они, конечно, там было поинтереснее, потеплее, здесь похолоднее. Чтобы такую махину перевезти из Керчи на новое место, потребовался трал и 13 площадок. Сегодня кран занят на возведении 10-й опоры моста, которая располагается в русле Пура. Вместе с Владимиром Топорковым трудятся такие же опытные специалисты, мастера своего дела. Работы идут с двух сторон реки. Планировалось, что мост будет открыт в 2021 году. Сегодня строители заявляют о том, что готовы завершить работу раньше. В ноябре следующего года открытие движения. Ну, видимо, останутся какие-то сезонные работы. Работы по берегу укреплению. Но движение будет уже осуществляться по мосту. Важнейшую транспортную артерию региона строят в рамках государственно-частного партнерства. В конце прошлого года правительство Ямала подписало концессионное соглашение с региональной инфраструктурной компанией. За проезд большегрузов инвестор будет взимать плату. Зато владельцам легковых автомобилей платить больше не придется. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Гарник Маргарян, Служба новостей, Импульс.